Всем привет! Вы смотрите фрагмент программы Обратный отчет от 7 февраля 2022 года Сегодня среда Полную версию этой программы Пожалуйста смотрите на ресурсе патреон Предварительно подписавшись на 3 доллара в месяц Это где-то 240, ну может быть 250 рублей И спасибо вам за то, что делаете это прямо сейчас А я начну с того, что покажу вам изображение вот такой повестки Которую якобы присылают или вручают лично мужчинам-резервистам Проживающим в Твери Повестка достаточно странно выглядит Потому что она обезличена Там не написано фамилия, имя, отчество И я естественно усомнился в ее подлинности Ну а если есть сомнения, я же все-таки журналист Значит надо позвонить по указанному в этой повестке телефону И уточнить, что я немедленно и сделал Военкомат, здравствуйте Здравствуйте, это военкомат Тверской, да? Правильно? Да У меня, знаете, у меня на руках повестка И там написано, что я обязан прибыть на Московскую 68, кабинет 29 Для вручения мобилизационного предписания Скажите, а что за предписание? Куда меня собираются мобилизовать? Ну это вы прибудете в назначенный день и час вам С необходимыми документами Вам там все пояснят в 29 кабинете Я не располагаю информацию К сожалению, вы позвонили не в 29 кабинет Позвоните еще раз по этому же номеру Возьмут трубку 29 кабинета А, хорошо, спасибо Спасибо, сейчас перезвоню, спасибо Алло, здравствуйте Это военкомат, 29 кабинет? Да Скажите, пожалуйста, вот у меня на руках повестка Что я обязан прибыть для вручения какого-то там мобилизационного предписания А что за предписание? Или это не повестка, или это шутка? Нет, это не шутка Вы приедете, вам уже выписано, лежит, подклеят к военному билету И все, расскажут, для чего это надо, быть свободны А это мобилизация какая-то, это учение, сборы или что? Да ничего не это, это на случай войны, если Войны какой с кем? Ой, ну какой с кем? Ну вы пока стоите на учете Ведется всегда такая работа То есть война не исключается Ой, ну какая война не исключается, молодой человек Ну это всю жизнь было, не сегодня, вчера, завтра, 20 лет назад Это всегда резервистами ведется такая работа Пока стоите вы на учете до 50 лет Плановая работа Понятно, спасибо То есть на сборы меня не призовут? Да никуда вас не призовут, конечно Придете, получите бумажку, поставят штампик военный билет, что вы получили И все, расскажут зачем Понятно, спасибо большое Пожалуйста Итак, работница Тверского военкомата уверяет, что это обычная практика На случай гипотетической войны с империалистическими хищниками Которой, конечно же, никогда не будет Мы ведь все за мир, правда? Какая ж тут война? Правда, как это сообразуется с круглосуточными воинственными завываниями по телевизору Я уточнять уже не стал Итак, ситуация достаточно шизофреничная Зачем рушить мозг человеку на том конце провода? Все равно правды от них вы не добьетесь Ни по телефону, ни в военкомате Лично Потому что путинская Россия Это такая спецстрана На спецуправлении А спецвойна идет уже давно Кстати, о спецстране Вот и говорящая голова Дмитрия Пескова Уверяет, что в России не авторитаризм И уж тем более никакая не диктатура А просто такой спецрежим Природу которого отсталому Западу не дано понять Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Предупредил о возможном создании сильного альянса двух авторитарных режимов Имея в виду недавние совместные заявления России и Китая После того, как официальный Пекин поддержал Москву в ее требованиях Гарантии безопасности от США и НАТО Мы абсолютно не согласны Во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах Отбил мяч Дмитрий Песков Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республики По словам Пескова, Россия и КНР Крупные суверенные страны со своей политической системой И своей системой устройства государства На самом деле режим Путина крепко стоит на постаменте Ментальности одичавших россиян Которые всеми руками поддерживают этого необразованного и агрессивного царька Выходца из подворотни Он их отражение А если горстка щепенцев против То для них и поговорка приблотненная есть Нравится, не нравится, терпи, моя красавица Именно ментальная пропасть и заставляла некоторые народы Отделяться от этой дикой империи Так, к примеру, было с Финляндией Финляндия – яркий пример страны Которая, оторвавшись от фашизоидной имперской матки Показала яркий пример государственного успеха и общественного процветания Сегодня Финляндия – одна из самых процветающих стран Запада По этому же пути европеизации общественного менталитета и хочет пойти Украина Уже много лет она стремится вырваться из убийственных объятий Москвы Которая вцепилась в нее, как во взбунтовавшуюся рабыню И теперь готовит для непокоренной Украины показательную милитаристскую порку Вот это уже серьезная техника пошла Ракеты везут Сейчас покажу Ну, а на Крым едут Восьмое число сегодня, восьмой февраля Штук пятнадцать, наверное, проехало, да? Вон, опять военный техник и танка, сколько есть Что творится? И на этом для подписчиков все А полную версию программы «Обратный отсчет» от 7 февраля 2022 года Пожалуйста, смотрите на ресурсе Patreon Всего за 240 рублей в месяц, это 3 доллара Вы получите возможность смотреть все видео, которые выходят на канале Сотник ТВ Какие-то сможете видеть прямо сразу же в момент их выхода А какие-то спустя небольшое время И спасибо за то, что прямо сейчас становитесь патронами нашего канала Всех обнял Увидимся в пятницу в прямом эфире Счастливо! 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 Счастливо!